Дорожная подстава Мы пытались найти девушку, которая в ходе следствия превратилась из потерпевшей в мошенницу. Но разговаривать с журналистами она наотрез отказалась. Да никто ее не сможет найти, потому что человек, который совершил провокацию, дорожную подставу, что она совсем с ума сошла, она пойдет интервью давать. Она в составе преступной группы, вы понимаете, как она может пойти и дать показания. В итоге по решению суда Витас был приговорен к уплате штрафов 100 тысяч рублей за нападение на полицейского. Никаких других обвинений в его адрес не выдвигалось. Были собраны документы, свидетельствующие о том, что Грачев ранее не судим, имеет на иждивении малолетнего ребенка, положительно характеризуется по месту работы. И кроме этого, было хоботайство от артистов России. Я рад и счастлив, искренне, что все наконец-то уже закончилось. И с сегодняшнего дня я смогу вернуться на сцену и смогу радовать своих зрителей новыми песнями, новыми образами, новым творчеством. Витас не просто возвращается на сцену. Теперь его гастрольный график расписан далеко вперед. Самое интересное, что даже на пике своей популярности, когда он был такой тайный, у него не было фактически корпоратив. Ну, не было. А сейчас, на сентябрь-октябрь месяц, у него уже было 80 выходов на частных корпоративных мероприятий. И его уже частный концерт стоит порядка миллиона рублей. Это показывали долгое время все телеканалы. Эта тема была распиарена максимально. Если говорить про бизнес, то гонорары возросли. Количество концертов выросло там в 3-4 раза. Ну, было у меня расписано до скандала на 2 года вперед в концерт. А теперь на 4 года вперед. Похоже, продюсер певца извлек из этой истории максимальную выгоду. Зная, так сказать, определенным образом давно Сережу Пудовкина, я могу представить, что без его, так сказать, каких-то консультаций, назовем это так, Витас вообще мало что делает, на мой взгляд. А у Сережи Пудовкина иногда фантазия работает странным образом. Действительно можно предположить, что, скорее всего, используя такую бытовую ситуацию, какая-никакая, все-таки рекламу. Из любого случая, даже если он не выгоден, даже если он произошел, даже если, допустим, артист сорвался, порой просто обязан придумать какой-то ход, выйти из него достойно и красиво. Продолжение следует...